АЛЕКСЕЙ ДАВЫДОВ Алексей, расскажите, как сейчас вот обстановка, как она видится вашими глазами, глазами ваших знакомых, что происходит в регионе? Ну, вообще-то ситуация, чтобы сильно тяжелая не сказать, но проблемы есть. Это с гуманитарной частью, связано с поставками продуктов, электричества, газ. Это есть проблемы сегодня в медицине, с топливом есть проблемы. Большая часть урона наносят сами же граждане. Ну, это связано с мародерством, с паникой и тем зомбированием, которое произошло в течение восьми лет. Люди не понимают, что делать и как выживать, и как на сегодняшний день себя защитить от мародеров. Естественно, этим пользуются, как я называю, вот эти укранацаки, которые в своей жизни даже собачьи будки не построили. Во-первых, паблики в социальных сетях проукраинские работают, я бы не сказал бы успешно, а успешно вранье работают. Перегружают людей. Той информации лживой, которую на сегодняшний день они распространяют. Первое. Это связано с тем, что они контролируют ситуацию на Украине. Второе. Это связано с тем, что Европа нам поможет и оружием, и всем, и мы скоро типа агрессором, кавычка, отобьем. За людей никто не думает. Я с Керсона получаю и выставлял недавно пост о том, что ставят миноловушки, потом ставят растяжки. Это, конечно же, страшно. То есть, мало того, социальных пабликов, телеграм-каналов, которые фейковые, созданные, понятно, что они где-то сейчас откуда-то управляются, либо с Польши, либо еще по Каме с Киева. Людям проступают угрозы. А не дай бог вы возьмете власть в свои руки, это незаконно, неконституционно, над вами будет трибунал, тем более они последний закон приняли такой жесткий. Люди боятся. Ну, и есть люди, которые в Херсоне довольны, что так произошло. Пока я себе не могу фамилии называть и имена для того, чтобы не подставлять, потому что вот эти негодяи, террористы, они присутствуют еще в Херсоне и разгоняют очень нехорошие такие посты. Поэтому моя задача сегодня стоит сохранить жителей Херсона. Я опубликовал обращение, и хочу, чтобы на моих социальных сетях жители Херсона его прочитали, зашли. Потом, значит, все надеются на Крым, что Крым откроет гуманитарный коридор, хотя уже сегодня Крым привозит это иеническ и так далее. То есть потихоньку люди начинают приходить в себя, что произошло. Ну, представьте себе, прессинг 8 лет. Поэтому, как бы, я готовлюсь поехать и помогать восстанавливать Херсонскую область. Надеюсь, что народ меня правильно поймет и поможет создать условия, чтобы мы могли быстренько выйти с этого пике. Почему это связано, я так говорю. Это связано с тем, что пассивная. Сегодня марк. Это связано с тем, что надо сегодня завести фермерам помочь с зерновыми пассивными материалами, с химическим удобрением. Где надо помочь с водой, где надо помочь с рожением, восстановить те инфраструктуры хозяйственной деятельности, которые помогали обеспечивать непосредственно всем необходимым для того, чтобы вырастить сельхозпродукцию. И самое основное, это вопрос стоит медицина, скорой помощи. Есть проблемы там, где сегодня невозможно даже подъехать скорой помощи. Потому что недобитки эти существуют. Которые будут мешать социальному обеспечению. Ну, это так вкратце. Понимание у меня есть, что происходит в полном объеме. Что делать и как делать для того, чтобы восстановить наши УЗы. Вот. Восстановить торговлю с Крымом. Это необходимо в первую очередь. Вот. И потихоньку пробивать в средствах массовой информации, уверенно, как говорится, ну, правду о том, что произошло на Донбассе. И правду о том, что произошло даже у нас в Херсоне. И почему оно так произошло. Ну, нужно атаков зла освобождать. Но зла бы плетать. Вот так как бы вкратце я объяснил ситуацию. Алексей, ну, вот эти вот все растяжки, о которых вы говорили, которые ставятся в местах. Ну, ведь здесь же явно могут подорваться на них мирные люди. Потому что, ну, как я видел, вот в эти все вещи. Ну, разве люди не понимают, что это терроризм со стороны вот этих вот людей, которые это делают? Ихняя задача стоит, это создать все условия террора и боязни. Чтоб люди не смогли взять те, которые работоспособные, толковые, грамотные. Которые не думают о войне, а думают о дружбе и о созидании. Их же надо запугать. Эти процессы можно развивать только тогда, когда мир присутствует. А когда идет запугывание и террор, людей на мирное обеспечение тех или иных структур, которые дают жизнеспособность города, невозможно будет привлечь. Потом, конечно, будет фактор присутствовать, назовем так, зачистки, восстановление суда, восстановление правоохранительных органов, восстановление армии. Это непосредственно так. Ну, это так должно развиваться. И вот людям надо сегодня объяснять, что самое страшное это паника, самое страшное это безответственное поведение к своим родным, близким и к Херсону. Алексей, вот смотрите, наше руководство, руководство России, оно с самого начала специальной операции объясняло, что это не оккупация. Вот наши войска, они входят в города, они не снимают ни государственные символы, ни государственные флаги. Они оставляют на работах местные администрации, особенно те, которые, ну, скажем так, не оказывали какого-то серьезного сопротивления. Вот это люди видят, что в данном случае мы не боремся ни с украинским народом, мы борьбу ведем против конкретно нацистов. Пока Украина находится в своем роде вакууме, и в Украину вливают дезу, что Россия поступает как оккупант. И это срабатывает, потому что люди все время жили под колпаком. Вот я разговариваю со многими стерсолнцами, все с боязнью, все с тревогой. Но давайте гипотетически представим, оставим мы символы Украины. Российские войска выйдут. Но в том страхе, в котором они жили, если не будет холодной головы, и, как говорится, холодной головы не будет и со здравым смыслом подхода, то любой регион в Украине войдет в хаос. Поэтому уже для наведения порядка без России Украина не справится. Да, людей мы найдем, которые нормальные, адекватные, понимающие, они будут помогать и так далее. Мы найдем. Но это второй этап. Без России мы не справимся. Потому что мародеры сегодня приобрели оружие. Им просто так пораздавали. Потому что сегодня террористы, они присутствуют в любой области. Не только в Херсонской области. Они будут запугивать. Они будут расстреливать машины. Сегодня, допустим, чтобы организовать нормальный конвой без обеспечения охраны, который может нейтрализовать вот этих недобитков, ГУМ-конвой невозможно будет провести с Крыма. Ближайшая территория ГУМ-конвоя по логистике – это Крым. Хотим мы этого, не хотим. А теперь второе. Если говорить на сегодняшний день о спасении инфраструктуры, которая газового хозяйства, электрохозяйства, назовем так, это же надо все восстанавливать. Ну, подъедет человек с вышкой, будет работать электромонтер, его застрелят дальше, никто не пойдет. У нас уже в Керсоне был этот случай, когда люди поехали забирать трупы украинцев, то есть ВСУшников, откуда-то начали стрелять. Потом выясняется, что это ВСУшники делали. Вот вам и все. Поэтому без России справиться невозможно будет. Ну, без братского народа. И людям-то надо объяснять, Херсонцам, другим регионам, что Россия находится на территории Украины недолго. Она находится для того, чтобы сегодня защитить этот народ, который был захвачен в 2014 году, повлекший за собой смертя, трагедии и так далее. Ну, и они ж идиоты. Вот эта власть украинская выпустила много людей, которые являются отпетыми преступниками, насильниками, убийцами. С этим же тоже надо что-то делать. То есть восстанавливать правоохранительную систему. А перемытые мозги у многих. А все дозволитость. Поэтому здесь нужно решительно и оперативно принимать меры и восстанавливать. Больше никак. А второе, вот самое основное, это любыми путями родственники с Россией в Херсонской области должны как-то обмениваться информацией. Организовывать спецкалидоры, чтобы люди могли, украинцы, приехать в Крым, посмотреть, что сделано, как сделано, чтобы люди сами звонили на Украину и рассказывали, нет. Там люди живут. Это надо показывать на территории непосредственно Херсона и показывать живым людям. Организовывать туры, как говорится, социальные туры, ознакомительные. Иначе мы без этого не справимся. Информационная машина на Украине работала очень отлично. как бы мы ни хотели. И она глубоко засела в мозгах человечества. Вот это надо отрезать. Надо восстанавливать память, которая от наших дедов далась нам. Надо восстанавливать памятники порушенные. Надо восстанавливать больницы, инфраструктуру всю социальную. надо школой заниматься и срочно потом. Школой. Вот так я понимаю эту ситуацию. Алексей, ну вот сейчас мы видим, какую гуманитарную помощь оказывает тот же самый Крым Геническую, Мелитополю. Вот в Херсонской области это понятно людям? Они это видят? Они об этом знают? Вы понимаете, только недавно у нас включилось телевидение. Ваше, российское, чтобы мы видели, что происходит в Геническом. До Херсона еще не доходит. У нас куст очень большой. Это Подокалиновка, это Виноградово, это Скадовск, это Голая Пристань, это Абрикосовка, это Маячка, это Радонск, это Црюпинск, это Херсон и так далее. Я могу много перечислять региона, район, который сегодня нуждается в помощи. И времени у нас очень мало. Понимаете, одно дело гуманитарная помощь, а другое дело воспроизводство. Потому что любая гуманитарная помощь, она проедается. Если сегодня оперативно не сработать и не посеять все необходимое Херсонская область не выдержит. А как мы знаем прекрасно, что Херсонская область, даже при украинской власти, она все время была дотационной. Это связано с тем, что у нас суховее, у нас климатические условия совсем другие, степные. И если мы на сегодняшний день реально не предпринимем быстрые шаги, ну давайте будем говорить, многое техника сожжена, многие фермеры боятся выехать на своей технике, она есть, плюс вопрос комбайна, плюс сейлки, это ж надо все подготовить, а Херсонская область не маленькая, нам вроде то кажется, что она освобождена от этого дьяволизма, но самое главное, что это рабочие руки, это атмосфера на то, что люди правильно, если примут решение, они быстро выскочат с того, что произошло, это горе, я понимаю, как и для россиян горе, так и для украинцев, это большое горе, это трагедия, и с этим нужно как-то искать примирение, так вот в этих обстоятельствах надо в первую очередь задуматься, как не допустить голод в последующем, потому что если ты не воспроизведешь, ты не сможешь заложить на зиму под ту же самую гуманитарную помощь, да, потом надо срочно наладить рынок, есть же вопросы, понимаете, вот там пока есть вот эта полуздыхающая власть, которая не влияет на ситуацию в стране, ведь есть проблема сегодня с валютой, с единицей денежной, а без единицы денежная гривна, или допустим доллар он будет, если он не будет оборачиваться, и оборот не будет иметь, мы не сможем, нам надо искать какую-то единицу, которая будет обеспечивать ход рынка, и если эти идиоты еще додумаются остановить единицу, как гривну, в обеспечении хода рынка, но это будет катастрофа, у людей сегодня денег нет, плюс платежки за газ, за свет, они продолжают идти, то есть надо определиться кому платить, вот в чем дело, и система банковская, украинская практически утрачена, я думаю, что все золотовалютные резервы уже давным-давно вывезены этими проходимцами, и разграбленная страна, на чем она могла еще как-то первое время продержаться, а это связанная Херсонская область, и если к этому не подходить, и заранее об этом не думать, Херсонскую область мы не сможем удержать, но если сегодня остановится банковская система, то удержать только Херсонскую область можно будет как? С помощью России, и выхода нету, да, можно флаг оставить, да, можно все украинское оставить, но обратно, без обмена денежной единицы, мы не удержим ситуацию, топливо надо закупать, надо закупать, газ надо закупать, надо, понимаете, если эти идиоты с украинской стороны сегодня ночью бабахнули по атомной станции, я не удивлюсь, что они будут рвать трубы газовые, я не удивлюсь, и в этом вопрос, а топить население чем-то надо, значит, обратно, нужна помощь России, где ближайший газ мы можем взять, со стороны Крыма, направление геническое того же самого, но обратно нужно высокое давление, чтоб газ для нас поступил, и это все надо оперативно решать, оперативно, я знаю, что сегодня в Крыму мощности есть, электроэнергия, которая позволит дать нам ту сторону, южной стороны, Херсон-то может от Запорожской пойти, а вот южную сторону, это тот куст, который со стороны Крыма выходит, это может обратно только Крым помочь, но обратно же, за эту электроэнергию газ надо рассчитывать, потом, вода пошла со стороны Херсона, нужно тоже правильно организовать работу, потому что те службы, которые обеспечивают работу двигателей, работу системы подачи воды, нужно тоже обеспечивать, а у них живые семьи, дети, их надо кормить, поэтому это очень большой пласт работы на сегодняшний день, и нужно оперативно работать, оперативно. Алексей, как вы считаете, местные кадры, они с этой задачей могут справиться, или здесь все-таки должны, как говорится, наши российские кадры приехать на Керсонщину и вопросы решать? Давайте будем так говорить, вы знаете пословицу такую, как говорится, рыба гниет с головы, очистят ее с хвоста, какой поп, такой приход, какой король, такая свита. Все зависит от головы. Набрать специалистов можно, но обеспечить их выживаемостью, чтобы они работали, это первоочередной вопрос. Обратно без России не справимся. Да, конечно же, без специалистов российских тоже не справятся. Многие специалисты у нас высокого класса, это техники, это инженеры, это хирурги, это средний медперсонал, они поуезжали. У нас нехватка кадровая, она присутствует, и этого скрывать нельзя. и это факт. Даже если мне туда приехать, организовать что-то без специалистов свежей, здравомыслящей головы, не затурканной, как по-украински говорят, и не забитой, слава Украина, мне не справиться. и в этом есть вопрос. Поэтому, конечно же, будем привлекать и ваших специалистов. Если, как говорится, Боженька даст, и я как бы вернусь, и я надеюсь на это, что я вернусь, и все силы отдам для того, чтобы восстановить мою любимую Херсонскую область. Я не желаю долго задерживаться во власти. Началу надо дать, а все остальное пойдет. А там как народ скажет, справился с задачей или не справился с задачей. Вот так я эту жизнь понимаю. Алексей, еще один немаловажный момент, на мой взгляд, сейчас как раз самый разгар учебного процесса и в школах, и в вузах. Как они на Херсонщине сейчас работают? Они закрыты или все-таки какой-то учебный процесс там продолжается? Если да, какие проблемы? Пока мы все закрыты, пока мы все по домам, это самая будет тяжелая ситуация, самая тяжелая будет работа, потому что надо все перетрусить, как я называю. Дебандаризацию делать основательно. Нужно, чтобы история украинская вернулась настоящая, так как украинцы в Великой Отечественной войне воевали за освобождение оккупантов коричневой чумы. Надо восстанавливать настоящую человеческую украинскую идеологию, а не бей москаля, уничтожай оккупант и все остальное. Надо в школу заносить те зерна, которые позволят рождать человеческое обличие. Назовем так. Как в умах, так и в сердце и в совести. И в совести. Конечно, это трудоемкая будет работа. Трудоемкая. И тоже обратно без ваших специалистов и учебников и даже ваших площадей, там, где можно будет размещать, печатать, публиковать. Мы тоже не справимся. И это факт. Алексей, большое вам спасибо за интересную беседу. Я благодарю за то, что вышли с нами на прямую связь. И даст Бог, что в Херсонской области все будет нормально и жизнь войдет в прежнее, как говорится, благополучное русло. Еще раз вам спасибо за участие в нашей программе и до следующей встречи. Дорогие друзья, в сегодняшней нашей программе мы поговорили о том, что происходит прямо сейчас в Херсонской области. О ситуации в регионе мы беседовали с нашим гостем. У нас на прямой связи был экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо за субтитры Алексею! Субтитры Алексею!